Улыбнись, мои котята, с вами Брика и добро пожаловать в Wildcraft. Итак, продолжаем мы рассказы, у нас на очереди Храбрый Лев, глава 7. Давайте посмотрим. Новый лидер Прайда называется глава. Поехали. Так. А что здесь? Два против одного? Ответить самостоятельно, дать слово Леонардо. Давайте дадим слово Леонардо. Посмотрим. Я не хочу быть лидером, я оставляю это место Леону. Уходи, если хочешь, но я буду драться за это место. Тут серьезная такая схватка идет уже. Спайк, послушай меня, ты не победишь Леона. Даже ты был лучшим лидером, но он не стой на моем пути. Он прав, Леонардо. Не стой между нами. Так, ну все, Леон сейчас будет драться. Прости, Спайк, я действительно думаю, что так будет лучше для Прайда. Так, тут львицы с львятами. О, один львенок проснулся, он что-то услышал. Просыпайтесь, нападение. Где? Так, львицы проснулись с львятами. Нет, это голос Леона. Да, похоже, что Леон дерется со Спайком. Нужно сходить посмотреть, мало ли что там может произойти. Нам даже не нужны враги. Наши львы просто собрались поубивать друг друга. Ну да, это очень печально. Почему они дерутся? Львы всегда борются за место лидера. Когда ты вырастешь, тебе тоже придется завоевать свое место в Прайде. Так, интересно, кто победит. Спайк отступает, он крупнее и его удары сильнее, но я быстрее, мне только нужно ухватить его за шею. Спайк настроен серьезно, у меня нет выбора, если я хочу победить. Леон победил. Это твой последний шанс, Спайк. Я все еще могу пощадить тебя. Ты так же слаб, как Хайдер. Мне не нужна пощада. Делай то, что должен. Божечки. Какая страшная история. Остановитесь. Ух ты, им помешали. Леонардо помешал. Импульсивный, упрямый. Хайдер был прав насчет тебя, Спайк. Уходи, спасай свою жизнь, пока есть шанс. Они его отпустили, он будет жить. О, поцарапали глаз. Глазик поцарапали. Ты позволил ему жить? Ну да. Нет, это ты позволил ему жить? Как ты? Он чуть не ослепил меня, я буду в порядке. Просто нужно отдохнуть. Леон, Леон чуть было не лишился глаза. Это было бы печально. Как тепло. Кто здесь? Львица. Успокойся, Леон. Это я. А, у него появилась подруга. Давайте-ка ее назовем. Ну, Леон и Леона тогда будет, я даже не знаю. Леона. Леона пускай будет. Все, назвали Львицу. Ой, извини, Леона, что ты тут делаешь? Я пришла позаботиться о твоих ранах, если хочешь. Конечно. Ой, как это мило. Нужно залезать раны. Я рад. Ну, еще бы. О тебе так заботиться, конечно же, ты рад. Ух ты, закончилась у нас глава. Но у нас есть еще восьмая. Давайте начнем. Новый дом называется глава. Так, что же нас ждет здесь? О, парочка. Наверное, у них родится Львенок. Сглатывает. Погода сегодня хорошая. Им так неловко вместе. Это так мило. Да, хорошая. Поговорим о погоде, да? Там Львенок подкрадывается. Мам, а-а-а. У него есть Львенок. Так, а это отец, что ли, получается? Что-то как-то прям очень неловко. Отпусти меня. Что такое? Что происходит? Почему он не пускает? Шшш. Не беспокой их, Леонардо говорит. Нет, это не отец. Почему ты прячешься? Ну, что? Хм, я не прячусь. Но он подслушивает, кстати. Он стоял за деревом и подслушивал. Так, объясните мне. Что здесь произошло только что? Я не понимаю, почему он остановил Львенка. Мам, я могу сам идти. Она увела его. Так. И что же? Ну, давай, Леонардо, поговори с Леоном. Ты шпионил за мной? Ну, да. Так вот. Нет, я тебя искал. А я потом увидел... А потом я тебя увидел вместе с Леоной. И затем... Так, чего ты хочешь? Мы должны найти другое место для Прайда. Я думала об этом. И я думаю, что знаю хорошее место для нас. Где пружки? Добыча. Где мы сможем поймать достаточно добычи для Прайда? Угу. И много воды есть. Очень уютное место. И там полно чистой воды для питья. О, это наше логово. Наше логово отличное место для Прайда. Хорошее место, чтобы растить левят. Ну, не то слово. Звучит слишком хорошо. Это место безопасно? Где теперь безопасно? Здесь оставаться опаснее, это точно. Угу. Наши львицы не могут охотиться, потому что рядом могут быть враждебные львы. И по этой причине мы не можем покинуть Гарем, потому что они могут прийти сюда. Странный перевод такой, если честно. Те же мысли, друг, те же мысли. Это как замкнутый круг. Угу. Это далеко? Да нет, это рядышком. Угу. Почти на границе нашей территории. Мы должны немедленно выдвигаться, чтобы успеть до темноты. Я соберу всех незамедлительно. Так, два львенка, три львицы и два льва. Небольшой такой Прайд. Все, они отправились в наше логово, да, похоже? Угу. Так, идут. Угу. Ну что-то они прям так медленно идут. Мне кажется, львята такие резвые, они могли бы и бежать. Наверное, просто далеко идти, поэтому идут небольшими маленькими шажочками. А где еще один львенок? Мне не все львицы прошли. А вот еще. Их так по очереди будут показывать, да? Угу. А, львенок устал. Он упал, смотрите-ка, он устал. Он уже дальше не может идти, оказывается, тут далеко, видимо. Львица взяла его. Нет, львята еще слишком слабые, они очень маленькие просто. У нас нет времени на отдых, милые. Угу. До темноты им нужно успеть, видимо. А вот и логово. Все, уже дошли. Вы будете в безопасности. Вроде бы как путь прошел нормально. Никто не нападал, никто вас не видел. Добро пожаловать в наш новый дом. А, здесь есть буйвол. Он может, да, он может быть опасен. Опасен для львят. О, нет. Львы вернулись. Все. Так быстро глава закончилась. Все, начинается девятая. Давайте договор называется девятая глава. Ух, ты, львята уже подросли, мне кажется. Да, они уже побольше. Ой, какие хорошенькие. Они играются. Им здесь хорошо, уютно. Леонардо за ними смотрит, посматривает. Как воспитатель. Леонардо, мы тоже хотим пойти на охоту. Да, мы уже достаточно сильные, чтобы охотиться. Ваши мамы думают по-другому. Мамы всегда думают, что их львята будут маленькими. Но они играются. Смотрите-ка, они напали на Леонардо. А Леонардо притворился. Хорошо, хорошо. Но Леон теперь лидер. Нам надо поговорить с ним, если он разрешит. Да? А где он? Да, где он? Он патрулирует с Леоной. Ух ты, у них, по-моему, любовь. А ты почему не пошел патрулировать? Он не хочет им мешать. Действительно, почему я должен быть нянечкой? Ну, просто третье лишнее, знаете, такие дела. Кто-то должен был остаться с вами. Ну да, ты будешь нянечкой или воспитателем детского сада. Я голоден. Да, покорми львята, иди поохотиться. Разомнись. Наши львицы скоро вернутся с хорошей и вкусной добычей. А, львицы охотятся. Странно, да? А лев у нас, получается, с детьми. Вот львица охотится на... Ай, на буйвола? Атаковать добычу. Ничего себе. А, их две. Ничего себе, одну ранили. Или не ранили. Нормально, надеюсь, все с тобой. Мяска немножко принесите, пожалуйста. Нашим львятам. Они голодные. Или львят сами придут. А, второй буйвол. Осторожно, осторожно. Убирайтесь, я вас растопчу. Буфала. Все. Львица... Ой. Я думала, она погибла. Нет, она вроде бы как еще жива. Но с ними связываться очень опасно. Львица спать легли. А вот кое-кто уже вернулся с патруля. Парочка наша. Наши охотницы еще не вернулись? Похоже, что нет. У них была очень опасная охота. Вообще охотиться должны были львы. Или я что-то не понимаю. Нет, у меня плохое предчувствие. У меня тоже, надеюсь, ничего не случилось. С одной львицей что-то произошло. Мне кажется, она ранена очень сильно. Мамочка. Да, ей очень плохо. А где вторая? О нет, кто это сделал? Буйвол. Почему ты вернулась одна? Где вторая охотница? За второй что-то произошло. Мы охотились, когда на нас напал буйвол. Огромный буйвол с сильными мускулами. Не было смысла с ним драться. Так что мы разбежались в разные стороны. Это плохо. Я должен разобраться с этим буйволом. Но что насчет второй охотницы? Нужно будет ее найти. Последить Леонарда найти вторую охотницу. Оставить Леонарда с гаремом. Давайте потратим гемы на эту историю. Левица должна быть ранена. Я хочу, чтобы ты нашел ее. Ей нужна наша помощь. Так. Получается, ты Леону оставляешь с ольвятами и вторую левицу, да? Я чувствую ее запах. Леонарда пошел за третьей левицей. А Леон пойдет охотиться на буйволом. Но из-за ветра не могу понять, откуда он. Она должна быть ранена. Если бы я был ранен, я бы... Меня бы мучила жажда. Да, она, наверное, пошла к озеру. Думаю, надо проверить возле воды. Да, вот она. Вот она. Леон послал меня найти тебя. Я помогу тебе добраться домой. Я так рада. Ты мой герой. Я думала, что это конец. Ну вот. Леонарда тебя спас. Это очень хорошо. Ух ты. Проваливай с нашей земли. Вааа, ничего себе. Мне кажется, буйвол намного крупнее и сильнее. У него такие врага страшные. Ты не можешь победить меня. Да, это правда. Нужно тут быть похитрее. Я вернусь со своими львами. Двойна одного. Те львицы выглядели изможденными. Мы можем убить друг друга или можем договориться. О, давайте договариваться. Это лучше. Это лучше, чем воевать. О чем договориться? Не охотьтесь на членов моего стада, и тогда мы станем вашими глазами и ушами. О, хороший договор. Надо подумать. Надо подумать. Но оба остаются в выигрыше. Даю тебе мое слово. Ау, Леон согласился. Молодец. Это соглашение между львами и буйволами. Так, здорово. А, закончилось. Глава, и нас ждет десятая. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok